Здравствуйте! Меня зовут Тутта Ларсен. Это программа «В кругу семьи». Наши дети навсегда останутся для нас маленькими, беззащитными, нуждающимися в нашей помощи. Но это не отменяет того факта, что они взрослеют и уходят в самостоятельную жизнь. Как не помешать им сделать этот переход легко и безболезненно? В сегодняшней программе расскажем об этом. Сегодня мы обсуждаем в нашей программе историю одного не очень удачного, но вынужденного эксперимента. У нас в гостях психолог из Центра семьи и брака Константин. Здравствуйте! Здравствуйте! И заведующий кафедрой одного из московских вузов Михаил. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Ну, вообще, у меня вот к вам обоим вопрос, как ко взрослым мужчинам. В какой момент мальчик действительно становится мужчиной? Вы знаете, в нашем обществе понятие «мужчина» достаточно расхожий термин. И поэтому, что мы вкладываем, какой смысл эти слова? Если мы говорим о том, что это мужчина по характеру, по своему психотипу, то для этого какой-то нужен поступательный процесс. Вот с момента, когда он начинает принимать взвешенные решения и нести за это ответственность, он становится мужчиной. По моему мнению, мальчик становится мужчиной, когда он становится добытчиком. То есть, когда он начинает приносить какие-то средства в семью. У всех ли одинаково этот процесс происходит? Разница между студентами практически заключается в том, имел ли конкретный студент именно трудовую практику и умеет ли он общаться в коллективе. Дело в том, что мальчики сейчас в век нашего современного интернета и, скажем так, комфорта повышенного, они развиваются достаточно медленно. Для этого, чтобы мальчик сделал какой-то скачок в своем развитии психологическом, не уходит какой-то стресс, который у него в жизни наступает. Например, служба в армии. Чтобы мальчик почувствовал какое-то испытание. Вы знаете, наш сегодняшний герой как раз попытался осуществить такой скачок во взрослую жизнь. Давайте познакомимся с ним поближе. Мам! Мам, мам, доброе утро! Доброе утро, Александр. Все, мне некогда. У меня сейчас экзамен, потом библиотека. Вернусь со всем. Все, пока. Так, стоять! Ну, мам! А завтрак? Ну, мне некогда. Мам, стоять! Ну, мам! Ай! Давай, давай, я с собой возьму, с собой возьму. Это ты ключик вот все взял? Все взял, мам. Ключи. Я не маленький. Ключи. Мы с папой сегодня поздно приедем. Хорошо, все, все. Ну, давай, мой хорошенький. Пока, пока, пока. Да, Муаман! Давай, пока. Эй, Чудила! Слушай, отвечай, когда я тебя спрашиваю. Отвали! Ты не дерзи. Чего тебе? Тебе крестинка наша нравится? Костя, фу, это же противно. Да ладно, я шучу, это же Павлик. Мне вообще девочки не нравится, мама не разрешает. Да, Чудила? Ты чего ко мне привязался? Ты мне не нравишься. Да ну, асс. Давай, давай, иди отсюда. И книжку свою забери. Идите вы. Чудила. Чай с жасмином, как обычно. Что-нибудь еще будешь заказывать? Нет, спасибо. Ну все, моя смена закончилась. А ты чего такой грустный? Мне на тебя смотреть жалко. Ну не смотри, если жалко. Да, я жалкий. Ты мне нравишься. Очень смешно. Ну правда, ну расскажи, ну что у тебя случилось? Ничего, просто день был тяжелый. Ну, хочешь я тебе тортик твой любимый принца? Ты такая хорошая, только ты со мной нормально разговариваешь. Это же хорошо. Этого мало. Мои одногруппники надо мной издеваются. Они со мной нормально общаются, только когда им списать что-нибудь нужно. А так они меня ненавидят. Плюнь на них. Ну вот как мне им доказать, что я нормальный человек? Слушай, а я тебя сколько знаю. Не надо ничего никому доказывать. Себе докажи. Все изменится. Точно. Надо что-то менять. Правильно. Пойдем со мной в кино. На свидание. А у тебя родители дома? Нет, они сегодня поздно будут. Тогда у меня есть идея получше. Пойдем? Пойдем. Странно. Почему Павлик нас не встречает? Почему? Может его дома нет? Ну как это нет? Он всегда приходит в восемь. Обещал, что не задержится. А когда не задерживается? Ну ладно, что ты, может быть он в комнате у себя. Да, ты прав. Наверное, как всегда сидит за учебниками и ничего не слышит. Павлик. Павлик, Павлуша. Господи, ужас какой. Боря. Что случилось? Боря. Что, 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 что? Мам, это не то, что вы подумали. Павлик, кто это? Что это? Что происходит? Тихо, тихо, Света. Это девушка. Приятно познакомиться. Павлик, немедленно выйди на кухню. Поговорить надо. Боря, на кухню. Все на кухню? Давай, Паш, давай. Это вознудительно. Это просто недопустимо. Я ничего страшного в этом не вижу. Как ты не видишь ничего страшного? Это же наш сын. Это же наш маленький мальчик. Мама, я не маленький. Тебе только восемнадцать. Это совершенно нормально в его возрасте. Боря, ну о чем ты? Как ее зовут? Вера. Да какое-то имеет значение. Как ее зовут? Она твоя одноклассница? Нет. Официантка. Официантка? Да, официантка. Мама, не кричи. Я тебе... Я тебе... Я тебе запрещаю встречаться с официанткой. Категорически. Ты не можешь мне запретить. Я ее люблю. А я? Отсмог. Обо мне ты подумал. И тебя я люблю. Но так продолжаться больше не может. Все. Я ухожу. Куда ты уходишь стоять? Куда ты уходишь? Где ты будешь жить? У тебя есть деньги? Мама, я мужчина. Я разберусь. Боря, это ты во всем виноват. А сейчас я предлагаю нашим экспертам познакомиться поближе с героиней с помощью особых вопросов. Мне бы хотелось узнать, самостоятельно ли ее сын выбирал специальность в университете. А здесь и выбирать было нечего. Он семи лет учится в математическом классе. Хотелось бы спросить Светланы, а как она сама считает и позиционирует себя? Она хорошая мать или не очень? Мне не в чем себя упрекнуть. Светлана когда ему заставляла ребенка делать уроки? Нет, никогда. Он очень мотивированный мальчик, любит учиться. А в время семейных спор и конфликтов ее муж берет на себя роль союзника или оппонента? Он очень нерешительный человек и часто не имеет свою точку зрения. Наша героиня Светлана – опытная мама, но она столкнулась с проблемами, которые не может решить самостоятельно. Посмотрим, смогут ли помочь ей наши эксперты. Настало время представить вам нашу героиню. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ну, насколько я понимаю, в вашей жизни произошли большие перемены. Ваш мальчик вырос. Да уж. Когда Павлик был маленьким, он много болел. И по этой причине мне пришлось уйти с работы. И главная моя работа – это он. То есть, в общем-то, вы всю жизнь проработали мамой Павлика. Да. Вот зримый результат вашей работы, он каков? Школа с золотой медалью, престижный вуз. Можно сказать, я горжусь своим сыном. Проблем не было, так как он учился в спецшколе. И класс был маленький, дружный. И наша семья не знала, что такое переходный возраст. То есть, он никогда не шатался по подъездам. Можно сказать, золотой ребенок. В прошлом году он поступил в университет. Все шло вроде бы ничего. Но затем он стал каким-то замкнутым, нервным. Ну, может быть, вам кажется, что он нервный? Просто он стал вести самостоятельную жизнь. Самый возраст, девушка у него появилась. Почему вас это не радует? Ну, какая девушка? Это какая-то официантка. И вообще непонятно что. Это первая девушка, которую вы увидели со своим сыном. Да я в шоке от того, что я увидела. Михаил, как вы думаете, это нормальное поведение для первокурсника? Вот так взять резко и уйти в самостоятельную жизнь? Поскольку он обучался в спецшколе, я так полагаю, что не в состоянии нормально общаться с новыми ребятами. Он с точки зрения лексического запаса и возможности адаптации к окружению явно социально не адаптирован. То есть можно сказать, что он из тех ребят, кого обычно в УЗИ называют ботаниками? Да, безусловно. Для того, чтобы нормально влиться в коллектив, нужно начать поддерживать темы, которые ожидают молодые люди. У таких ребят, как Паша, получается общение с девушками в УЗИ? У ботаников очень слабо. Они нацелены на результат, на продолжение обучения. Они не понимают дамской тематики. Девушки с трудом адаптируются к необычным личностям, к не ведущим умным ребятам. Может быть, Павла настиг запоздал и подростковый период? Его контролировала долго мама. И мама была доминирующим таким раздражителем в протяжении всего его возрастления. Он сейчас испытывает некое кризисное состояние, потому что он вышел под ее опеки, нападает в среду, к которой ему трудно адаптироваться. По-моему, он как раз осуществляет какие-то вполне адекватные шаги. Нашел себе девушку, ушел от папы с мамой отдельно жить, по-моему, даже какую-то работу ищет. То есть, в общем-то, действует как человек, который хочет жить взрослой, самостоятельной жизнью. Совершенно верно. Он так и поступает. Как раз вот такие люди в таком состоянии часто становятся жетой манипуляции. Например, со стороны своих же товарищей. Они начинают с ними там выпивать, принимать наркотики. То есть, Светлана права в своих волнениях и тревогах за мальчика? Ну, волнение и тревогу вообще я чувствую неконструктивно. А вот предпринять какие-то меры, чтобы его можно было скрыто заваливанно контролировать и отслеживать его развитие, необходимо, конечно, сделать. В следующей реконструкции мы покажем вам, как сейчас обстоят дела у Павла. Что ты все-таки хочешь узнать? Почему ты спрашиваешь про него теперь, когда он оказался у тебя? И Заура никогда не снимала эту игру. Берем площадь, возводим в квадрат, вычисляем корень. Ты что, если там под нос бормочешь? Это высшая математика. Правда? Такое ощущение, что ты с ума сошел. Наш декан говорит, то, что настоящей математика может стать только человек, который отрешился от мира. Проникся, понимаешь? Ты меня любишь? Ну, конечно. Тогда не мешай мне, пожалуйста, мой сериал смотреть. Прости, я постараюсь про себя. Что такое? Таракан! Где? Там! Ну, убей его! Не, не пойду. Ты же мужчина. Ну и что он противный? Как мне это все надоело. Давай я помою. Да я не посуду, я про нашу жизнь. Что тем не устраивает наша жизнь? Я не для того со своего Белокуринска приехала для того, чтобы жить в таких условиях. Ну, ты же знаешь, мы не можем себе другого позволить. А что мы можем себе позволить? Тараканов, соседей, алкашей, замороженные пельмени? Знаешь, не надо было с работы увольняться. Я привыкла, чтобы мужчина обеспечивал семью. Я не для того родилась, чтобы работать. Я стараюсь. Плохо стараешься. Ты мне когда последний раз цветы дарил? А подарки? Я себя не на помойке нашла. Ну, потерпи чуть-чуть, и все будет. Сколько? Сколько можно ждать? Мне нужен настоящий мужчина, а не ботаник, который тараканов боится. Хватит! Я настоящий. Я мужчина. Здравствуйте. Здорово, Семенов. Ты что так долго? Нормально. Что значит нормально? Десять минут жду. Смотри. Это два твоих заказа. Это два твоих адреса. Так, теперь подожди. Теперь у тебя сегодня, Семенов, уникальная возможность угодить своему начальнику. Так, вот это два моих заказа. Но отвезешь их ты. Вот два моих адреса. Но это же в два раза больше работы. Я знаю. Но я не могу на завтра экзамен. Ну и что? Чем быстрее сделаешь, тем быстрее освободишься. А мне доплатят? Нет. А я могу отказаться? Нет. Но я тебе скажу спасибо. Ну, давай. Спасибо. До свидания. Семенов, не перепутай. Как я устал. Ты спать идешь? Да, сейчас. Еще сорок страниц, все. Все нормально. Я мужчина, я все смогу. Нина Ивановна, вызывали? Да, Павел, присаживайтесь. Спасибо. Павел, что с вами происходит? Ничего, все нормально. Вы попали в дурную компанию? Нет. Ну, я смотрю, вы бледный. Синяки под глазами. Просто на меня навалилось много проблем. Ну, вы знаете, что вы завалили экзамен. Я знаю, но я пересдам. Павел, это была уже вторая пересдача. Нина Ивановна, ну, я все выучу. Я еще раз подготовлюсь. Вы знаете, что вы уже в списке? В каком списке? Ну, как в каком списке? На отчисление. Нина Ивановна, не отчисляйте меня, пожалуйста. Я все сдам. Идите. Вы свободны. Идите, занимайтесь. Я мужчина. Я все выучу. Я все сдам. Настало время познакомить вас с нашим главным героем, которого мы здесь все условно называем ботаником, хотя мне почему-то кажется, что он с этим определением не согласится. Здравствуйте, Паша. Здравствуйте. Вы ботаник? Нет. Почему-то ваша жизнь до вуза выглядит как жизнь ботаника. Да, это так, но тем не менее я не считаю себя ботаником. Чем вас не устраивала ваша школьная жизнь, и почему вы решили так резко поменять ее в вузе? Ну, потому что моя школьная жизнь, она довольно-таки была однообразная. Да и, в принципе, вся такая вот жизнь. То от дома до школы, то от школы до дома. И как такового общения не было. Плюс контроль со стороны родителей был очень сильный. Ну, а для того, чтобы было круто, обязательно нужно было уйти из дома? Нельзя было продолжать в том же духе, но при этом жить в комфорте под крышей родительской? Если бы я остался, то ничего бы не изменилось. А что можно посоветовать молодому человеку, который действительно решил жить отдельной самостоятельной жизнью, но при этом никогда ее не жил? Конечно, он будет сейчас вырвавшись из-под опеки мамы. Естественно, что он будет пытаться пить жизнь полной чаши. Но чаша это может быть ей... Горька. Горька, да. Конечно, сейчас он живет непонятно с какой девушкой. Это абсолютно ненормально. Баш, надо защищать свою девушку? Если честно, я уже с ней не живу. Почему? Ну, как оказалось, она не та девушка моей мечты, которая бы мне хотелось. То есть теперь ты живешь один в этой коммунальной квартире? Ну да, и если честно, я не понимаю, почему я живу в этой темной комнатушке и плачу каждый месяц деньги, работая курьером. Сын, я считаю, ты должен вернуться домой. Ты сделал идиотский поступок. Это глупо. Нет, мам, я мужчина, и поэтому я не вернусь. Нужно закончить учебу, а потом ты будешь самостоятельный человек. Ну, а папа как относится к вашему рывку в самостоятельную жизнь? Ну, он отчасти рад, что я иду к самостоятельности определенной. Мама не общается с вашими сокурсниками. Она может быть очень далеко от этой темы, от того, как наложены взаимоотношения именно, в первую очередь, в мужской среде. По поводу девочек, ну, любая мама, конечно же, считает, что сын достоин. Лучшего. Рано или поздно, когда возникает какая-то стрессовая ситуация, мальчики подобные, вот Паша, они возвращаются в родинский дом. Вот это вовсе уже не триумф. Ага, и это психологически вообще какая-то травма? Нет, не совсем эта травма. Просто мальчик взрослеет и понимает, что он, собственно, таким поступком никому ничего не доказал. А заниматься доказательством кому-то своей взрослости как самоцелью – это неблагодарное совершенно, так сказать, занятие. И человек потом осознает, и вот как раз с этого момента начинается становление мужчины. В общем, Павел не совсем осознанно себя ведет, мама не совсем готова отпустить его в самостоятельную жизнь, а нам-то что-то с этим надо делать. Как всегда, варианты предлагают наши эксперты. Первый – от Михаила. Привет, Кристина. Вот чудило пришел. Заткнись. Ты что сказал? Я сказал, что я не к тебе пришел. Слушай, реально тебя сейчас отделают. Костя, это библиотека. Кристин. Что? Ты пойдешь со мной на свидание? Ты задохлик совсем, что ли, окупел? Это моя девушка, я тебя реально сейчас отделаю. Павлик, тебе сейчас лучше уйти. Ну, хорошо. Давай, иди отсюда. Паша, подожди. Я тороплюсь. Подожди, я пойду с тобой. Привет. Привет. У нас свидание? Не знаю, мы просто гуляем. Может и свидание. Ну, а о чем хочешь поговорить? Не знаю. Ну, ты любишь сериалы. Я не смотрю телевизор. А я тоже. А моя бывшая девушка любила сериалы. Хочешь, расскажу тебе секрет? Секрет? Ну, давай. А тебе идет. Ты знаешь, я не люблю сериалы и не люблю пустые разговоры. Давай поговорим о том, что нам интересно. А что нам интересно? Что ты думаешь по поводу квантовых струн? Я недавно такую статью прочитал. Расскажешь? Конечно, пойдем. Так вот, если функцию Y возвести в квадрат... Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Ивановна вызывали? Да, вызывала. Присаживайтесь. Спасибо. Павел, вы дурак. Ну, я знаю. Кристина сказала, что вы работаете курьером. Это правда? Ну, да. Я снимаю квартиру. Мне нужны деньги. Ну, что ж вы раньше-то не сказали? У нас есть свободная вакансия лаборанта. Вам это интересно? Не знаю. Наверное. Но зарплата небольшая. Но все-таки это же лучше, чем курьером. А когда приступать? Да хоть завтра. Это все? Нет. Вас допустили до пересдачи. Спасибо, Нина Ивановна. Готовьтесь, пожалуйста, получше. Хорошо, обязательно. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго. Это была рекомендация Михаила. Объясните нам, почему вы предлагаете Паше именно такой путь. По стечению обстоятельств я именно на первом курсе начал жить отдельно. Судьба даровала вам шикарный шанс. И нужно его всячески использовать. Нужно как можно больше пытаться общаться со сверстниками. На самом деле в университете студенты общаются на самые разные темы. И не всем им интересна ваша тематика. То есть физика, химия. Эта тематика раздражает большое количество людей. И именно она создает вам такой ореол ботаника. Хорошо бы было адаптироваться, попытаться официровать свое поведение к тематике, которым интересуются девушки. Найти интеллигентную девушку. Эта девушка должна быть более близкого круга к Павлу, чем официантка, правильно? Да. Гладить похожим интеллектом. Безусловно, поскольку иначе отношения будут нестабильными. Касательно работы, лучше всего устроиться работать по специальности. Можно в самом университете. С вашими способностями, я думаю, проблем с этим тоже не будет. В общем, вы целиком и полностью одобряете желание Павла жить самостоятельно, отдельно от родителей и взрослеть таким образом. Да. Давайте посмотрим, какой вариант решения проблемы наших героев предлагает психолог Константин. Говорить буду я. Ну... Ты уже в прошлый раз все сказала. Хорошо? Хорошо. Ну, показывай свои хоромы, сынок. Пойдем, пойдем. Ну вот. Вот мои книги. Здесь я сплю. А это что? Там что, тараканы? Да я их уже почти вывел. А это где? Твоя официантка? Света. Она тараканов не любит. Вот и уехала. Сын, мы хотим, чтобы ты вернулся домой. Пап, это моя жизнь и мои проблемы. Я согласен, это твои проблемы. У нас для тебя есть сюрприз. Ну, хорошо. Я завтра зайду. Вечером. Вечером. Договорились. Хорошо. Да, 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 да. Привет. О, привет. Привет. О, привет. Привет, Нима. Привет, ты хорошо. Так, ну, вот, значит, это, сюрприз. А вы че это? Сюрприз. Значит, смотри, Паш, мы дочет ремонтировали, ну, провели газ, воду, в общем, и решили там жить. О. О, да. А ты будешь жить здесь. Ну, я ж комнату снимаю. Это не комната, это клоповник. Я согласен. Ты свои проблемы там решай сам, как хочешь, но за этой квартирой тоже надо, как-то, да, присмотр нужен. Ну, да. Ну, конечно, если что-то случится здесь, там, трубу прорвет или что-то, ты сразу нам звони, мы с папой приедем. Мы не приедем, потому что ты уже взрослый, ты мужик, да, и должен сам решать свои проблемы. Все, все, нам пора. Все, кстати, еще хочу тебя попросить вот о чем. Паш, ты нам не звони. По пустякам. Потому что, ну, мы с мамой хотим побыть вдвоем, правда, дорогая? Мы тебя любим. Угу. Все, давай, пошел. Будь мужиком. Пока. Да, пока. Пока. Види себя прилично. Константин, расскажите, почему вы предлагаете именно этот выбор для наших героев? Павлу необходимо проверить свою способность принимать взвешенные решения. И какие последствия будут потом от этого. Как для него, так и для окружающих. Например, включая маму. Паша, ты как человек, который технологически развит, нового поколения, знаешь, есть хорошая поговорка у компьютерщиков. Думай мозгами в жизни нет, заветный клавиш Ctrl плюс Z. Вот, но что касается Светланы, я бы просто просил бы всегда признавать взрослость вашего сына. И общаться с ним отчасти на равных. Даже если вы так не считаете. Дело в том, что тогда он раскроется с вами. И будет считать вас уже не каким-то контролирующим началом, а своим другом, чем, собственно, и должна быть мама по жизни для ребенка. Ну что же, уважаемые наши герои, вы услышали экспертное мнение и вам предложили несколько вполне, с моей точки зрения, адекватных решений. За что возьмемся, Паш? Ну, мне больше всего интересна позиция Михаила, поскольку, ну, работать при том заведении, где ты учишься, я думаю, это весьма прикольно. И плюс, ну, найти себе девушку, которая по интересам своим, это тоже довольно-таки хороший факт. Да, но придется для этого обналаживать новые коммуникации, изучать новый язык общения, новые темы. Готов? Думаю, да, попробовать можно, отступать нет смысла. Светлана, мне кажется, что у вас действительно взрослый сын. Он классный, с ним, может быть, очень интересно общаться не только по поводу его учебы и того, покушал он или нет. Ради того, чтобы он вернулся, я готова на все. Ну, вы хотите, чтобы он вернулся как раньше, чтобы он жил под вашим крылышком дома и целиком полностью был подотчетен в своей жизни вам? Я понимаю, что это невозможно, и поэтому я готова стать для него другом. Я искренне верю, что у вас это получится, потому что самое главное у вас есть. Вы любите друг друга, вы вместе, у вас впереди очень интересное партнерское общение и большая дружба. Я в это искренне верю. Если бы к вам пришла такая мама, как Светлана, и сказала, вот, мой мальчик, я не хочу, чтобы он жил один, повлияйте на него, пусть он вернется в семью, что бы вы ей ответили? Я бы ответил, что это противоестественно, и, скорее всего, нужно, чтобы он набил шишек и получился на своих ошибках. Тогда это будет очень-очень полезно для его становления как мужчины. Ну, нужно повышать самооценку ребенка. Есть ошибка остраненная. Критиковать нужно не личность подростка, а его какие-то проступки и дела. А вот хвалить необходимо и поощрять именно личность. Молодость – это прекрасное время открытий, когда можно себе позволить быть смелым, решительным, безрассудным, безответственным. Главное, чтобы рядом стояли твои близкие, которые помогут тебе состояться и сделаться взрослым человеком. Пусть вам будет уютно в кругу семьи. Субтитры создавал DimaTorzok